МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году поднимется еще один экипаж ДПС, но и это не заставило гонщика остановиться. Он выехал на загородную трассу, поэтому полицейским пришлось стрелять по колесам. Нарушителя задержали. Это 26-летний ангарчанин. Он не раз садился за руль пьяным, при этом водительских прав у него никогда не было. О дорожных инцидентах сегодня еще поговорим. Помимо этого в выпуске поднимем другие важные и интересные темы. В эфире новости по будням. Здравствуйте! О чем именно пойдет речь далее, узнаете из коротких анонсов от моих коллег. Дорожный апокалипсис. Десятибальные пробки сковали Иркутск из-за снегопада. Насколько выросло число аварий и чего ждать от погоды, расскажем через несколько минут. Прослужило несколько дней. Единственную ледовую переправу на Байкале временно закрыли. Причина – гигантская трещина. Все подробности в выпуске. В выпуске поговорим и о качестве жизни в Иркутской области. Наш регион поднялся во всероссийском рейтинге по этому показателю. Действительно ли мы стали жить лучше? Вместе с экспертами сегодня разбираемся в этом вопросе. Сегодня носить маску в общественных местах все так же рекомендуется жителям региона. Каков в Иркутской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также кто чаще обращается к врачам с жалобами на насморк и кашель, сообщим в программе. Начнем выпуск с другого происшествия. С массовой эвакуации началось утро понедельника для сотрудников сразу четырех региональных министерств. Пожар возник в административном здании на улице Горького в областном центре. Спасатели вывели из задымленного строения более 850 человек. Никто не пострадал. В здании располагаются Министерство лесного комплекса, ЖКХ, экономического развития и сельского хозяйства Иркутской области, а также Управление уполномоченного по правам ребенка. По предварительной информации, возгорание произошло в одном из рабочих кабинетов на третьем этаже. Огонь повредил офисную технику и мебель. Пожар быстро ликвидировали. Административное здание находится в центре города. И в это время рядом с ним много припаркованных автомобилей. Это добавило сложностей для работы сотрудников МЧС. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара. Предстоит выяснить причины еще одного происшествия. На этот раз с жертвами. На федеральной трассе под Тайшетом столкнулись два грузовых автомобиля. Трое человек погибли. От удара у одного из больших грузов смяло и снесло кабину. Как установили полицейские, шофер мусоровоза не справился с управлением и навстречке столкнулся с тралом с полуприцепом. Водители и пассажиры первого транспортного средства погибли на месте. Водитель второго больших груза также скончался до приезда медиков. Авария могла оказаться более масштабной. Уйти от столкновения успел шофер еще одного грузовика. Он сумел вовремя среагировать и съехал в кювет. Следственная оперативная группа сейчас устанавливает все обстоятельства жуткой аварии. Выехав на место дорожетранспортного происшествия, стало известно, что автомобиль марки МАЗ не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ФАБУ полуприцепом. Всего за минувшую неделю на дорогах Иркутской области произошло 33 серьезных аварии. Погибли 4 человека. Еще 38 участников ДТП получили травмы. Среди них пятеро детей. Среди основных причин дорожных происшествий полицейские называют превышение скорости и выезд на встречную полосу. При выяснении обстоятельств аварии в 22 случаях инспекторы ГИБДД обнаружили, что качество очистки дорог, разметка и знаки не соответствовали требованиям. Обошлась без пострадавших, но пощекотала нервы пассажирам авария в Шелиховском районе. Водитель туристического автобуса обгонял большой груз, но не справился с управлением и съехал в кювет. Когда возвращался в свою полосу. В следующие 40 минут пассажиры были заблокированы в салоне. На помощь подоспели инспекторы ДПС и тягач. После того, как автобус вытащили, он продолжил свой маршрут. Прокладывать маршрут через десятибальные пробки 12 февраля пришлось многим автомобилистам Иркутска. Причиной стал сильный снегопад. Подробнее о дорожной обстановке расскажет моя коллега Дарья Эйвазова. Ей слово. Аварийных огней на дорогах Иркутска становится в разы больше в снегопады. Очередной каприз природы и столицу Прибайкалья вновь сковали десятибальные пробки и масса аварий. Каждый раз, когда достаточно серьезный снегопад, как сегодня, происходит вспышка аварийности. Ну и связано это во многом с двумя факторами. До этого недели две-три не было снега, водители немножко расслабились. По сухому асфальту достаточно активно, агрессивно ездили. Для них, видимо, снег оказался неожиданностью. Но с другой стороны, водня у нас подтаивала, не на основных трассах у нас наледь появилась. И ее тут же припорошило снегом. За сутки в Иркутске выпало больше половины месячной нормы осадков. Как итог, множество ДТП. Так, на Байкальском тракте произошло сразу три аварии на одном участке. Одна из них — школьного микроавтобуса. По предварительной информации, водитель иномарки в снегопад не выдержал дистанцию и столкнулся с газелью. Детей в салоне не было. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Они просят автомобилистов и пешеходов быть бдительными в такую погоду. Обязательно где-то увеличить безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, соблюдать скоростной режим, не допускать опасных каких-то резких маневров, в том числе с выездом на встречную полосу дорожного движения. Что касается пешеходов, переходим дорогу только по пешеходным переходам. Капюшоны, наушники, любые гаджеты, которые будут отвлекать пешехода от движения, нужно убирать. Важно убедиться, что водитель пропускает пешехода, ведь тормозной путь машин увеличивается. Но снег создает опасные ситуации и за пределами проезжей части. Проблематично перемещаться сегодня не только по дорогам, но и по тротуарам, ведь их, как собственно и проезжую часть, пока никто не чистит. А под высоким слоем снега очень легко не заметить какую-нибудь наледь, подскользнуться, упасть и получить травму. Утро вот здесь как раз на этой остановке как убилось, а так и все. Ну конечно, если бы это чистилось, допустим, ночью было бы лучше. Но увы. Ночью пройдут основные работы по расчистке улиц и вывозу снега. Когда на дорогах не будет транспорта. Но в ближайшее время природа еще подкинет коммунальщикам работы. Прохождение циклонов, особенно 15 февраля по всей области, 17 февраля на юге области будет сопровождаться снегопадами. Усилением северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. И в это время температурный фон будет еще повышенным. Но с 19 февраля мы ожидаем дальнейшее усиление похолодания. А значит, все, что к этому времени растает, превратится в лед. Так что на дорогах стоит быть бдительнее и беречь себя. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин, Иван Гоголев. Новости по будням. Неприятный сюрприз автомобилистам преподнес и лед на Байкале. Единственную переправу на озере закрыли. Причина – ледовый разлом, который появился из-за потепления 12 февраля утром. Напомним, зимнюю дорогу к Ольхону открыли совсем недавно – 9 февраля. Трещина разошлась на одной из полос на переправе. Сотрудники МЧС выставили информационные указатели о запрете движения на этом участке. На месте работают специалисты. Они будут следить за ситуацией. Сейчас под вопросом и открытие второго участка переправы – от Иркутской губы до Шибетского залива. Когда снова возобновится движение по ледовой дороге, сказать сложно. Все зависит от обстановки на озере и от погодных условий. А лед на Байкале капризничает. За выходные в разных местах на озере появились торосы и трещины. В районе Бугульдейки прошел большой разлом. Наблюдаются торосы и выход воды на лед. Там в течение выходных работали инспекторы ГИМС. Оказывали помощь тем, кто в нарушении законодательства выезжал на лед и вернуться на берег обратно уже не мог. В районе Уталика в Судьянском районе также образовался многокилометровый разлом. Там наблюдается открытая вода. В Листвянке большая трещина образовалась буквально под ногами людей. Но несмотря на нестабильную обстановку на Байкале, многие автомобилисты все же выезжают на лед. Так, в районе поселка Большое Галаусное два внедорожника частично оказались в воде. Машины колесами угодили в разломы. Обошлось без пострадавших, так как это произошло, когда внутри автомобилей не было людей. Собственникам машин придется самостоятельно доставать свои авто и платить еще и за ремонт. А также нарушители оштрафуют за выезд на лед вне переправы. В Иркутской области жить стало комфортнее. Такой вывод можно сделать, если посмотреть на всероссийский рейтинг качества жизни в регионах. По итогам 2023 года Прибайкалье в этом списке поднялось с 60-й позиции на 59-ю. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости, которые проводят такое исследование. При составлении рейтинга эксперты учитывали 66 показателей. Среди них ситуация в социальной сфере, уровень доходов населения и экономическое положение региона. Иркутская область оказалась в середине списка. Чуть лучше дела оказались в Астраханской области. В Иркутской области она на одну позицию выше, а следом за Прибайкальем идет Магаданская область. Список лидеров с прошлого года не изменился. Москва, Санкт-Петербург и Московская область занимают первое, второе и третье места соответственно. Хуже всего дела обстоят в Тыве. Она занимает нижнюю, 85-ю строчку. До лидеров рейтинга Иркутской области пока далеко, но тем не менее ее позиция улучшилась. Что именно в регионе изменилось за 2023 год и как это повлияло на качество нашей жизни. На эту тему мы попросили порассуждать экспертов и их мнение далее. В последние по крайней мере три года Иркутская область устойчиво растет в этих районах. К этому есть предпосылки. Наша область реализует очень много различного рода федеральных программ. Участвует активно в 12 федеральных национальных проектах. Это проекты связаны именно как раз с улучшением качества жизни. Строятся или ремонтируются детские сады и школы, открываются новые, например, дома культуры, реконструируются музеи. Строятся новые больницы, поликлиники, оснащаются новым оборудованием. Средняя заработная плата в регионе достаточно высокая. Она не потому высокая, что все сразу стали богаче. Она потому и высокая, что она средняя. То есть у нас по северным территориям, где, по сути, не так много населения, но где существует большие промышленные производства. За счет того, что у них достаточно высокая доля сотрудников с высокими заработными платами, они и среднюю по региону выводят на достаточно высокий уровень. Вторая история – это, несомненно, все-таки доступность и качество услуг, и качество экологии. Поэтому последовательная работа по решению этих экологических проблем, она, несомненно, тоже повлияла на этот рейтинг. Что неизменно в Иркутской области, так это сезонные недуги. Уровень заболеваемости УРВИ в регионе остается на прежнем уровне. В поликлинике с симптомами простуды обратились почти 20 тысяч человек. Это чуть меньше, чем неделей ранее. А вот заболевших гриппом стало меньше почти в полтора раза. Если до этого за 7 дней гриппом заразились 350 человек, то на данный момент такой диагноз услышали 198 наших земляков. У УРВИ чаще всего болеют дети. 12,5 тысяч воспитанников детских садов и школьников вынуждены были остаться дома. В целом, заболеваемость по региону находится ниже эпидпорога. Но не стоит забывать о мерах профилактики в людных местах. Напомним, в Прибайкалье всплеск заболеваемости УРВИ гриппом был зафиксирован в конце ноября – начале декабря 2023 года. Тогда в медицинских учреждениях вновь ввели масочный режим, а некоторые школы перешли на дистанционное обучение. Порой, чтобы победить болезнь, недостаточно просто оставаться дома. Некоторые дети из-за недугов попадают в больницы. Бывает надолго. Таких пациентов лечат не только лекарствами, но и смехом. Это зона ответственности больничных клоунов. Сейчас в Иркутске ищут новых красноносых докторов. Анастасия Коростелева побывала на одном из занятий для новичков в этом деле. Одна деталь – красный нос, и инженер становится клоуном. Так проходят уроки в школе больничных клоунов. Здесь всегда ждут новых учеников. Сейчас в Иркутске всего четыре волонтера, которые радуют маленьких пациентов в детских больницах. Мы помогаем им легче переносить ту обстановку, в которой они находятся. То есть понятно, что находясь в больнице, ребенок чувствует дискомфорт. Его вырывают из комфортных условий квартиры, семьи. Он находится на лечении. Бывает ни день, ни два, а неделю, месяц и больше. Особенно если где-то он в травматологии лежит. В начале своей работы волонтеры проходят специальное обучение, в течение которого они находят свой образ и раскрывают своего внутреннего ребенка. Именно это я сегодня попробую сделать вместе с опытными докторами. Эти доктора лечат смехом, поэтому дурачиться здесь разрешено. Обучение для всех новичков начинается с импровизации. Опытные волонтеры сразу перевоплощаются в своих героев. Честно скажу, у меня не получилось. Быть больничным клоуном непросто. На это уходит все свободное время. Обычно это выходные дни. В будни у клоунов другая жизнь без красного носа и халата. Это белый халат больничный, но он чем-то украшен. Какие-то, может быть, наклеечки интересные, какие-то пуговки какие-то красивые. И сзади обязательно у нас, значит, наше имя доктор. Я вот доктор Щекотка. У меня буква Ща, она из перышков вся. Это мой образ, что я могу перышком защекотать. Даже щекотать надо уметь. Поэтому актерскому мастерству волонтеров учат преподаватели из театральных училищ и профессиональные актеры. Но для меня сегодня мои педагоги – опытные волонтеры. Дальше по плану особое упражнение. Мы по очереди показываем эмоции, утрируя их. Это может развеселить даже взрослого человека. А ребенку, который находится в больнице, смехотерапия позволяет расслабиться. Однажды мы пришли в отделение, насколько помню, травмы. Там была девочка, очень сильно обожженная. Мы с ней поиграли, пообщались, как в наш обычный выход. И потом, спустя, не соврать бы, года три, на другом выходе я снова ее встретила. Она меня узнала, поддержала, говорит, здрасте, я вас помню. За 10 лет существования школы больничной клоуны запомнились сотням маленьких пациентов. И сейчас ждут новых волонтеров. Чем больше красноносых людей, тем больше детских улыбок в непростое для ребят время. Анастасия Коростелева, Виктор Черкашин. Новости по будням. Положительные эмоции может принести и лед. Тем более, если он становится материалом для творчества. 15 февраля на льду Байкала возле берега Ольхона откроется парк ледовых скульптур. Он протянется на один километр от порта поселка Хужир вдоль скау. Подготовка масштабного праздника льда уже на финишной прямой. Отличие этого фестиваля в том, что скульптуры создают не из готовых кубов льда, а из замерзших наплесков на скалах острова и возле берега. Над произведениями работают 10 мастеров международного уровня. Среди них творцы из нашего региона, а также команда шестикратных призеров Харбинского фестиваля льда и снега. Они вместе с другими участниками представят посетителям хранителей и духов озера и острова. Так гости смогут окунуться в атмосферу байкальских легенд. Официальное открытие состоится 17 февраля. Парк будет работать до 15 марта. Вход свободный. Напомним, фестиваль проводится уже четвертый год. В 2023 скульптуры увидели 37 тысяч человек. Еще одно рукотворное строение, но уже в Иркутске десятки лет пустует, хотя это здание имеет историческую ценность. Когда-то там побывал писатель Антон Павлович Чехов. Но к концу этого года в постройке будут слышны голоса рабочих и звуки инструментов. Начнется реставрация здания. Все подробности далее. Возможно, именно этот дом с мезонином в Иркутске стал прототипом для одноименного рассказа Антона Чехова. Летом 1890 года известный русский классик останавливался здесь. Раньше в этом здании располагалась гостиница, но уже многие годы строение пустует. Однако вскоре оно преобразится. Памятник истории отреставрируют. Двухэтажное кирпичное здание по улице Фурье, тогда это была Котельниковская, было построено в самом конце 19 века для размещения гостиницы «Амурское подворье». Она там проработала больше 20 лет. И так как на неделю летом 1890 года там останавливался великий русский писатель Антон Павлович Чехов, сегодня это памятник истории, объект культурного наследия регионального значения. Правда, здание – федеральная собственность, поэтому судьба исторического объекта решалась на всероссийском уровне. В итоге реставрацией займется московская компания. В ближайшее время строение обследуют, потом наметят план работ. Они должны начаться уже в конце этого года. У нас на самом деле два варианта концепции. Это либо бутик-отель, либо какой-то такой кластер ресторанного дворика. На создание нового пространства уйдет полтора года и около 200 миллионов рублей. Бюджет региона затрат не понесет. Но иркутские специалисты будут консультировать московских архитекторов, чтобы максимально сохранить уникальность здания. Здесь самое главное – выбрать ту функцию, которая бы памятнику не навредила. И решить вопрос о его приспособлении под эту функцию с четким соблюдением требований закона об охране объектов культурного наследия. Важно, что у подрядчика есть опыт работы с подобными объектами. Поэтому преобразится не только само здание, но и пространство вокруг него. Олег Федоров, новости по будням. Впереди еще много интересного. Мы расскажем, за что удалили с паркета тренера иркутских баскетболистов во время матча. А после спортивных новостей вы узнаете, в каком произведении остров Ольхон стал главным героем. Не пропустите. Новое место для тренировок и сражений в интеллектуальном спорте появилось в Иркутске. В столице региона открылся шахматный клуб имени Сергея Корякина. Это обладатель сразу двух титулов чемпиона мира по блицу и по быстрым шахматам. Сам гроссмейстер также побывал на открытии и провел с иркутскими шахматистами сеанс одновременной игры. О других новостях спорта узнаете далее. Легкодлеты при Байкале завоевали четыре награды на первенстве России среди юниоров до 23 лет. На турнир в Санкт-Петербург съехались почти 700 сильнейших спортсменов России. Наши земляки взяли серебро в беге на 800 метров и в прыжках с шестом, а бронзу в забеге на 3 километра и командные эстафеты 4 по 400. Рекорд сезона по количеству очков за баскетбольный матч Суперлиги побили в столице Прибайкалья. На родном паркете Иркут принимал аутсайдера чемпионата Курский Русич. Но соперник задал жару нашим баскетболистам. Игра оказалась настолько напряженной, что с площадки даже удалили тренера бело-черных Михаила Терехова. За 30 секунд до конца встречи противники опережали Иркут. Но за эти полминуты наш защитник Максим Вколюшкин сумел вывести команду вперед. Итог встречи 115-113. Пощекотала нервы болельщикам и иркутская Байкалэнергия. На родном льду они встретились с одним из лидеров чемпионата СКА нефтяником. Счет в первом тайме открыл соперник. Однако к середине периода бело-синий перехватили инициативу и закатили в воротах оборовчан три мяча подряд. Первая половина игры завершилась в ничью. Во втором тайме наши спортсмены вышли вперед и сохранили преимущество. Итог 6-4 в пользу Байкалэнергии. Анастасия Коростелева, Дарья Эйвазова. Новости по будням. Стали известны итоги других состязаний. В Иркутске прошли массовые соревнования по конькобежному спорту. На льду стадиона труд встретились профессионалы и спортсмены-любители разных возрастов. Но прежде чем попасть на ледовые дорожки, спортсменам нужно было получить допуск, медицинскую справку. Всего было шесть возрастных групп. Сначала на лед вышли самые маленькие ученики первых и пятых классов. Нужно было быстрее всех преодолеть дистанции с 50 метров. Всех остальных участников ждала стометровка. Состоялось 12 заездов. По итогу в каждой возрастной группе наградили по шесть победителей и призеров. Медали вручили 36 спортсменам. Такие соревнования в Иркутске проходят регулярно. Это всероссийские соревнования, проводимые каждый год. Каждый год традиционно школа Россия проводит эти соревнования. Бегут здесь первый, второй, третий, пятый класс. Ну и старшие ребята. Очень много народу. В этом году около 400 участников. Конькобежным спортом я решила заниматься после Олимпиады. В 2014 году мы посмотрели трансляцию. И я когда увидела конькобежный спорт, я до этого очень многими видами спорта занималась. То есть я поняла, что это прям мое. Соревновались в оригинальности родители новорожденных детей в Иркутской области. И подбирали для своих малышей самые необычные имена. Так в регионе в 2023 году появились Марс, Космос, Сафрон, Панкрат. Среди девочек запоминающиеся имена у Самары, Аполлинарии, Осени. А кто-то назвал дочку Идея. Такие итоги за прошлый год подвела региональная служба ЗАГС. А другие любопытные новости ждут вас в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Что объединяет Индиану Джонса и Дон Кихота? Как мне кажется, эти герои жить не могут без приключений. А как иначе, если вокруг происходит столько всего интересного? Об этом сегодня и поговорим. Замерзшая утка пришла за помощью к сотрудникам Иркутской ГЭС. У птицы оказалось сломанным крыло, поэтому пернату доставили к ветеринарам. После осмотра выяснилось, что пациент относится к виду Гоголя обыкновенной, а еще птица гораздо меньше своих ровесников. Сейчас спасенного селезня усиленно откармливают. Надеемся, ГЭСик, а именно такую кличку получила птица благодаря горожанам, скоро пойдет на поправку и наберет нужный вес. А на Ольхоне тем временем снимают фильм. Картина называется «730 квадратных метров». Главный герой Ленты – остров. Место с особой историей, энергетикой и уникальной природой. Авторы проекта хотят показать, как Ольхон меняется в течение четырех сезонов и параллельно рассказать историю людей, связанных с этим особым местом. Так в зимней сюжетной линии, съемки которой уже завершены, появится хранительница музея на Ольхоне в третьем поколении Юлия Мушинская и всемирно известный ледовый скульптор и художник Александр Парфенов. В Красноярском аэропорту любой путешественник в зоне ожидания может провести время с хвостатым другом. Там проходит акция «Собака эмоциональной поддержки». По задумке организаторов, ласковые хвостики в зоне вылета могут помочь пассажирам прогнать плохие мысли и получить порцию хорошего настроения. Также активисты из приюта для бездомных животных надеются, что их воспитанники смогут найти себе хозяев. Собаки будут находиться в аэропорту по утрам два раза в неделю. В остальное время гостей аэропорта будет вдохновлять фотовыставка хвостатых, которые ищут дом. Масштабно отметили наступление Восточного Нового Года в Дубае. Основным атрибутом праздника стал гигантский дракон, созданный из 1800 дронов. Этот светящийся шедевр кружил в течение 13 минут вокруг знаменитого отеля Паруса. Зрелище получилось захватывающим. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok